Добрый день, дорогие друзья! Доброе утро! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! Восьмого Адара, да? Адар это месяц, когда Марбин Басимха увеличивает в радости. И, значит, раз мудрецы сказали, надо увеличивать в радости, значит, надо увеличивать в радости. И чтобы в заслугу нашего изучения Торы и радости, чтобы все наши молитвы, просьбы ко Всевышнему, Всевышний принял благосклонно и выполнил для нашего благо. Да, чтобы было у всех все хорошо, чтобы было полное выздоровление близким, деньги, работа, кому нужны деньги, работа, кому нужны семьи, чтобы были хорошие семьи. В общем, все, что кому нужно, чтобы мы у Всевышнего просили и получали, и другим помогали в этом же самом развиваться. И знали, как правильно поступить. Для этого мы изучаем Тору. Значит, ну, естественно, что я молюсь за выздоровление Борух Бен Сара. Он продолжает находиться вот в этом вот подвешенном состоянии между небом и землей. И чтобы Всевышний дал ему еще несколько лет в кругу семьи, в радости и в здоровье на этой земле. Это моя молитва такая. Значит, ну, первое, мы изучаем те идеи, которые любая честа Рэба, он подсказывал в двух книгах. Есть книга «Айом-йом», «Айом-йом» называется «Сегодня день», так дословно переводится. И вторая книга называется «Обретение неба на земле». Я думаю, что это не он ее писал, а это взяли просто его высказывания. Первая идея из книги «Айом-йом» она такая, что однажды Альтер Рэба, это был первый любая честа Рэба, он вызвал одного из своих молодых учеников и попросил его заниматься с сыном, чтобы он был учитель для его сына. И тот говорит, а чему его учить? Чему его учить? Ну, вернее, не чему его учить, понятно, чему его учить, Тора. Но именно здесь Альтер Рэбе объяснил ему вот в одной фразе, можно сказать, на одном примере, чего он ждет, какого обучения Торе он ждет от этого учителя, которого он нанял для своего сына. Он ему сказал так, смотри, сначала учат буквы, то есть есть базовые элементы в любом обучении, без которого невозможно. Он говорит, сначала есть буквы «Алиф», «Бет», «Но» говорит, но, вот и тут начинается, смотрите, очень как интересно, как по-разному можно учить буквы. Можно учить просто буквы «Алиф», «Бет», «Диммл», «Далет», «Эй». Из буквы складывается потом что? Из буквы складываются слова, дальше слов складываются предложения, можно так учиться. Теперь, ну, говорит Альтер Рэбе своему ученику, значит, «Алиф», что такое «Алиф»? «Алиф» – это точка сверху, как «Ю» такая, да, точечка, точка снизу, а посередине линия, которая их соединяет, это буква «Алиф», она так выглядит, она так нарисована. Ребенок обязан знать, что «Алиф», «Торы» – это «Юд» наверху, «Юд» – это как есть, когда пишут о Всевышнем в молитвените, да, ставят две буквы «Юд», 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 это такое сокращение. Оно не произносится, просто все знают, что это обозначение, которым во время молитвы обозначают место, где нужно обратиться к Всевышнему. Ребенок должен знать, что «Алиф» – это «Юд», «Бог» сверху, вторая «Юд» – снизу, а вот эта линия – это «Вера», «Вера», которая соединяет эти две точки. То есть даже в букву «Алиф» нужно дать глубину, чтобы он увидел в этой букве «Алиф» Всевышнего. Говорит, еще одно дай ему объяснение, чтобы он не смотрел на «Алиф» только с этой точки зрения. Дай ему еще одно объяснение. «Юд», которая наверху точечка, это душа. Нижняя «Юд» – это тело. А вот эта линия, которая между ними их соединяет, это богобоязненность, да, это трепет перед Богом, который соединяет душу и тело и дает все время правильную пропорцию, как их соединять. Отсюда мы видим уникальнейший урок буквально в одном предложении. Мы видим подход хасидизма, да, который он дает глубину. Он за простыми какими-то идеями, этот подход хасидизма, он видит невероятную глубину. И можно увидеть эту глубину везде. И сейчас мы во втором отрывке «Обретение неба на земле», мы сейчас посмотрим, какой глубиной можно наполнить, в принципе, любой аспект реальности. Абсолютно любой. Говорит нам Любая Честеревы такую идею. Существование – это величайшее из всех чудес. Каждый момент, все, вообще все, что мы видим, все вот, все, включая нас с вами, все приходит в бытие из абсолютной пустоты. То есть сейчас ученые назвали это квантовая физика, и они вдруг увидели, что действительно то, что мы считаем материей, по факту это энергия. И эта энергия, она состоит из частиц, в которых большая часть пустая. То есть если мы посмотрим атом, есть атомное ядро, и летают по нему там электроны, по-моему, которые расстояние между электронами и этим ядром, как от Солнца до планет, например. И получается, если мы посмотрим на Солнечную систему, то материи в ней очень мало, в основном это пустота. То же самое во всех атомах, во всем мироздании, основное это энергия, наполненная пустотой. Представляете? Вообще. И говорит нам, любая честереба, он говорит, величайшая из всех чудес, что каждый момент все приходит в бытие из абсолютной пустоты. И в общем, он говорит, сущность всего ничто, из которого вот это вот все возникает. Доброе утро, Раиса Васильевна. В общем, еще раз, сущность всего ничто, из которого оно возникает. Почему кажется невероятным, что ничто ведет себя, как ничто? Почему легче принять существование мира, чем поверить в чудеса? Значит, он говорит эту идею. Да, вот есть люди, они называют себя материалисты. Но они не могут возражать против того, что все это энергия, которая почему-то преобразовывается в какие-то структуры, которые мы воспринимаем как реальность, но по факту мы живем каждый в картинке в своей голове, в такой матрице. Так получается, он говорит, почему многие люди, они выбирают, это их выбор, воспринимать то, что они называют реальность, как реальность, и не видят те чудеса, из которых эта реальность возникает, и духовный мир, из которого возникает материальный мир. Такая вот идея глубокая, да? И если мы соединим первую часть, первую идею со второй, получается, что когда ты приучаешь себя вначале в буквах Торы, а потом во всем мироздании, видеть вот эту божественную глубину, то ты тогда понимаешь, то есть ты уже взаимодействуешь не с какими-то материальными телами, событиями, болезнями, ожиданиями, страхами, а ты взаимодействуешь со Всевышним, то у тебя только один в этом мире партнер Всевышний, с которым ты выстраиваешь свои отношения с помощью своей веры, да? То есть ты, кто-то больше верит, кто-то меньше, кто-то верит, что Всевышний добрый, кто-то ждет плохого, кто-то ждет хорошего, кто-то живет по таким правилам, кто-то по другим правилам. Теперь мы переходим к Торе, в которой Всевышний изложил правила, как работает этот мир. И эти правила, можно сказать, да, что это за правила такие? Есть правила, которые Всевышний сказал, но это Машер Абейну Моисей нам передал то, что сказал Всевышний, пророк. А можно сказать, что вот Платон сам додумался до чего-то, и Сократ до чего-то сам додумался. Может, давай послушаем Платона, умный человек был Платон это, да? И Сократ вроде тоже такой считается умным, ну, кем-то считается, во всяком случае, точно. И, может быть, человек вот так посмотрит на мир, да, и скажет, может мне как-то сказать, что разум это самое главное. Понятно, да, идея? Теперь мы верим, что в Торе Всевышний нам рассказал такую прям конкретную истинную реальность. Я верю. Мы это такое слово. Я верю. Как говорят, есть 13 основ веры. Боимуна шлема. Полной верой. То есть вера, она есть вера. Кто-то верит в Платона, никто же не слышал Платона. Покажите мне хоть одного человека, который слышал Платона лично. Его нету. Все передают, что был какой-то Платон, что-то там он рассказывал, что кто-то записал. Как записал, как это все передали. Книжек же нет, которые он написал. Может, переписчик ошибся. То есть, если кто хочет быть стептиком, то можно разрушить любую позицию. То есть, в принципе, вот абсолютно любую позицию можно разрушить. Если разрушать намного легче, чем строить. Теперь, поэтому мы называемся верующие люди. И дальше мы изучаем Тору, как все работает. Значит, сегодня у нас недельная глава ТЦВ. Прикажи. Она полностью сосредоточена на том, совершенно на непонятных вещах. То есть, Бог, Он рассказал Машер Абейну, передал как пророчество, как должна работать вот эта вот самая святая часть этого мира, взаимодействие с Богом. То есть, есть Всевышний, который, вот Он создал все мироздание. Вот это вот ничто, из которого возникает все, это и есть на языке Тора. Это тот Всевышний, который творец, создатель мироздания. Бесконечный, неописуемый, непостижимый. И из него возникает все. Теперь и вот в этом всем энергетическом есть особое такое место, да, как Центр управления полетами. Такой бункер, который назывался Мишкан, передвижной храм. И в этом бункере были специальные люди, такие особенные космонавты, которые назывались Коины, священники. И эти священники, они были специально обучены. То есть, это как был, такая как, ну вот если современным языком, такая была секта, такая как секта, которая передавалась только по очень жестким правилам, можно было в нее попасть. Попасть в нее, в принципе, нельзя было, потому что если у тебя нет папы Коина, который женился обязательно на девушке, обязательно на девушке, он не мог жениться на там вдове или на разведенной. То есть, если нарушались хоть малейшие нюансы передачи вот этой вот традиции, это должно было быть от Орона Коина и его сыновей. И плюс еще на всех поколениях было очень много дополнительных таких нюансов. И, значит, эти люди Коины, они, если они специально одевали специальную одежду, если они, у них были специальные приспособления в руках, очень жестко регламентированные, и они приносили жертвоприношения. И вот сейчас перечисляется в этом сегодняшнем нашем отрывке, как делались жертвоприношения. То есть, это относится к разряду ХОК. ХОК – это постановление, непостижимое человеческим разумом. То есть, мы можем сколько угодно придумывать, как работает жертвоприношение, но по факту они относятся к тому, что Всевышний сказал, так надо делать, и мы так делаем. Теперь смотрите. Значит, я прочту только один отрывочек сегодня. Это глава ТЦВ. Значит, звучит так, первый отрывок. «Вызая давар ашерта асэ лаэм». Значит, это вещь, которую сделают они. Ликадешу там. То есть, надо было вначале, Машер Абэн должен был священников сделать священниками. То есть, представляете, вот он приходит и говорит, так, я вам сейчас скажу, как будет посвящение. И говорит, будет священниками. Аарон, мой брат, его четыре сына. Все, кто после этого рождаются, уже не священники. Только от них четырех, те, кто родятся, будут все следующие священники. И, значит, одежда должна быть такая. Простые священники, четыре одежды. Первый священник, восемь одежд. Как он написал эту одежду, мастера такие за голову взялись, а у них уже в голове пророчество. Они уже понимают, как одежду шить. То есть, все им понятно. Нити в 28 раз сплетенные с шестью золотыми нитями внутри. То есть, там такие были вообще нюансы невероятные. И тут, значит, нужно было потом вот этих вот коинов. Нужно было вначале осветить. Осветить их нужно было. Для этого нужно было вначале взять одного молодого тельца, двух овнов и двух баранов. Дальше идет перечисление. Пресные хлеба без заквасти, пресные пироги какие-то, смазанные елем. Это масло со специальными фразами. Какие-то пресные лепешки с елем. И из тонкой пшеничной мути сделайте их. То есть, это должно было быть вот эти вот телец и два барана. С ними там разные хлебные истории. И все это нужно было положить в одну корзину. Потом нужно было их, чтобы все эти священники будущие, которые сейчас они входят в этот процесс посвящения. Вот знаете, все следующие, следующие все там масоны какие-то есть и так далее, они все вот отсюда сидели, читали. Так, как же мы будем посвящение-то делать? И вот отсюда они брали все вот эти вот обряды посвящения. Только они придумывали, а это Бог сказал так делать. И значит, нужно было их окунуть в микву. Потом нужно было одеть их в это платье специальное, да, которое там из восьми одежд арона, он весь в золоте, тут у него золотая пластина. И что дальше нужно было сделать? Нужно было взять этот елей. Елей это специальное масло. Специальное масло, здесь не написано, как оно было сделано. И в принципе, мало кто знал, как оно было сделано. Потому что если какой-то элемент этого, там была такая смесь воскурения, травы разные, все, если что-то нарушалось, все, это как смертная казнь. Это знаете как? Когда на атомной электростанции была диспетчерская. И эта диспетчерская, в ней сидел диспетчер, атомная станция. И за диспетчером наблюдали отдельно, его команды слышались по всей атомной станции. И значит, он сидит, и там все главные кнопочки, если там что-то замкнет на этой диспетчерской, то атомная станция взорвется. И тут вдруг все слышат, такие в динамиках, это еще советская атомная станция, в динамиках такой крик, а-а-а-а! Такая тишина на атомной станции, и кто-то ему в эту диспетчерскую тоже передает по рации, что случилось? Он говорит, да, что случилось, у меня ручка потекла, которую я записывал, ну, в тетрадочке записывал показания приборов. Тот ему говорит, знаешь, говорит, у тебя ручка потекла, а я седой весь. То есть, когда человек в диспетчерской кричит, то его, его, как бы, это такое место, там такая, такая ответственность, что любое, любое движение неверное взрывает сразу атомную станцию. Так вот, у коинов, у священников, у них было то же самое, все их принадлежности, вся одежда, вся их действия, эти жертвоприношения, это все было настолько выверено до деталей, что что-то не так, сразу на этого коина, джжжж, смертная касть. И вот тут я сейчас хочу вам сказать, ну, в общем, дальше рассказывается, заходите, скачайте на русском языке, можно все прочитать, с комментариями Раши, изучить, обсудить, все это есть по ссылочке в Аикра, видите, внизу есть ссылочка, там все это есть. Я хотел вам немного сказать про жертвоприношение, то есть какой, хотя мы не знаем, как это работает, это исходная предпосылка, но давайте просто представим, что мы находимся там, мы не коины, мы не священники, мы просто наблюдаем, как коин режет вот этого вот тельца, режет он его, заколол, и заколи тельца перед Господом, перед входом в шатер собрания. Мы видим, как этот коин, тельца, значит, что значит заколи, бешахатта, это не заколи, вот на русском переводят заколи, а вообще лешхот, это такой длинный нож, очень острый, ему перерезают сразу вот так горло, все артерии, чтобы сразу он уснул, чтобы ему не было больно, его там не бьют по голове, не током не бьют, ему там одним движением так, как бритвой, и у него оп, сразу отключаются в мозге все, все, у него отключаются все болевые процессы, у него нервы перерезаны все, и он, значит, спокойно такой, этот теленок, начинает из него выходить кровь, значит, дальше, поэтому говорится, волоках тамидам опар, возьмешь ты из крови этого тельца, значит, сразу его кровь в специальные сосуды собирали, значит, и возложи на рога жертвенника, пальцем твоим, брали пальцем, брызгали на жертвенник, такой стоит огромный, 5 на 5 метров, медный жертвенник, а оставшуюся кровь в ведро выливай к основанию жертвенника, представляете, значит, выливается это ведро крови, там не одно ведро, несколько ведер, мы стоим, смотрим, дальше, волоках тетколь, ахэлов, возьми, ему, значит, разрезали живот, и вот этот жир, который был, значит, печень там покрыта жиром, две почки, значит, и это все надо сжечь на жертвеннике, оно начинает все гореть, значит, все оно начинает гореть, а мясо тельца, его кожу, значит, вэд басар апар, вэд оро, вэд першо, то есть, все остатки остальные, и мясо его, нужно было вынести за пределы стана, и там полностью сжечь жертва всесожжения, да, и мы за этим всем наблюдаем, и дальше, потом возьми барана, возложи руки на него, возьми, зарежь этого барана, этого барана, его кровью опять побрызгай на жертвенник, и так далее, представьте эту всю ситуацию, потом его надо разделить на части этого барана, потом его нужно помыть его утробу, положить частями на, из головой на жертвенник, вот представьте, мы на это смотрим, да, что это нам дает, вот что это дает человеку, который за этим наблюдает, это дает ему, вот то, что я сейчас за последние, вот спрашивают, как у отца здоровья, у тебя за последние три дня в больнице, я ночевал три ночи, сегодня тоже там ночевал, вот очень тяжело и так, когда ты видишь именно отделение дириатрия, где лежат люди, умирающие в очень тяжелом состоянии, которые, которые, значит, ну вот, интересно, что там можно, чтобы с ними были близкие, можно там ночевать, правда, на стульях, на креслах таких, нет кровати, то есть ты можешь сидя ночевать с ними, там всех поддерживают, как-то стараются им облегчить, вот этот уход из жизни, но это огромное впечатление, которое заставляет задуматься вообще, что такое жизнь, что такое смерть, что такое духовность, оно очень сильно, очень сильно расставляет приоритеты, меняет приоритеты местами, когда ты видишь, как человек уходит, ты понимаешь, что насколько незначительны были все какие-то там обиды, проблемы и так далее, то есть очень жалко вот в пустую потраченного времени, и вот это вот, я думаю, что люди, когда смотрели на жертвоприношения, они искупали свои грехи, да, в жертвоприношении они искупали грехи, но как они искупали грехи? Только в случае, если люди раскаивались в своих грехах, только в этом случае жертвоприношения искупали грехи, то есть если человек, глядя на это животное, которое зарезали, он понимал, что когда-нибудь, раньше, позже придет его тоже срок уйти из этого мира и весь вопрос как будет этот уход когда он будет, как он будет кто будет рядом будет ли кто-то рядом вообще то есть каждый день эти жертвоприношения они расставляли правильно приоритеты все дорогие друзья, значит мы поучили Тору, кто хочет дальше поучиться, велкам, отлично решение, кто хочет молиться, учиться, делать добрые дела, я считаю я верю в то, что мир был для этого создан, не для чего-то другого не для понтов, не для каких-то скандалов, конфликтов и так далее, просто чтобы люди больше радовались, больше смеялись, делали больше добра друг другу и значит мы можем это делать все, удачи, успехов всем, хорошего дня чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага ну и услышал мои молитвы я пока молюсь, чтобы Борох Бонсаров все-таки выздоровел я очень, прямо все равно очень хочется чтобы вы близкие были с нами счастливо спасибо за субтитры Алексею Дубровскому